ой какой красивый девушка подходи покупай помидор голом цифровом мире бизнес-модели мгновенно устаревают бизнес это марафон это айрон-мен какой-то момент я понял что у меня есть большая задача и большая мечта я хочу чтобы хороших брендов было больше для того чтобы делать большие вещи нужна большая цель ужас и парадокс заключается что вы обязаны говорить потребителям на его языке привет дорогие друзья меня зовут андрей федорев и я очень благодарен всем кто нашел время посмотреть курс папа бренда я хочу напомнить что курс был создан в 2016 году записан в конце 17 в начале 18 с этого момента прошло не так уже и мало времени можно считать 4 года можно считать 2 года и мир продолжает меняться продолжаю меняться я и в этом видео я хотел поделиться несколькими мыслями которые у меня возникли за эти два года что главного как мне кажется изменилось в мире и что главного изменилось не знаю во мне в том как я смотрю на бренды том как я смотрю на бизнес я могу сказать так что наверное самый большой переломный момент произошел и это удивительно что я даже помню место и время когда он случился он случился в бостоне куда я поехал два года назад для того чтобы пройти курс в гарвардской бизнес-школе я не понимаю как мы вообще могли принять тебя в нашу школу ну что все круто и вот где-то посреди занятий где-то посреди недели по моему в среду где-то утром я сижу так на кафедре сижу в аудитории и понимаю что я же не тем занимаюсь что на самом деле то чем я занимаюсь последние 10 лет или даже последние 20 лет это не совсем маркетинг или это точно не совсем бренды потому что то чем на самом деле занимается компания федерев чем занимается агентство федерев это change management это менеджмент изменений потому что компании которые к нам приходят неважно это крупные рекламодатели или малый средний бизнес это крупнейшие бренды страны или малый средний бизнес они приходят для того чтобы меняться потому что мир не стоит на месте потому что то что вы создали вчера завтра уже не будет работать и это запустило какое-то такое большое количество процессов у меня в голове и бизнесе что за прошедшие два года очень многое изменилось самое важное изменение которое я сделал это я разделил две компании и разделил федерев как креативную инвестиционную компанию которая теперь называется федерев группы по-прежнему логотипом является косточка и федерев и джинси это маркетинговое агентство которое концентрируется именно на маркетинге то о чем я сегодня хотел поговорить в большей степени связано с маркетингом но в том числе связано с бизнес потому что мне кажется что самое важное что изменилось в том мире в котором мы живем это то что он стал абсолютно прозрачным когда мы используем термин прозрачный этот термин такой синоним слова открытый он слишком хороший он такой позитивный с точки зрения того что вот он такой прозрачный как морская вода на роскошном пляже дудки мир стал голым представьте себе что вы живете в мире без трусов в мире где за вами все время подглядывают в мире где вы не можете спрятаться нигде фактически это мир в котором вы как предприниматель или вы как гражданин должны жить так как будто вас все время сто процентов времени снимают на камеру за прошедшие пару лет было миллион примеров того как события которые все хотели утаить стали достоянием общественности это было связано с гибелью чернокожих в америке при задержании полиции это было связано при убийстве журналиста из саудовской аравии это много раз происходило когда были утечки записей из совещанию премьер-министра еще что то еще что то еще что то папарацци посмотрели за звездой кто-то опубликовал stories из них появилась настя рыбка и так далее и так далее и так далее примеров тьма вот это главное оружие современного мира главное оружие с точки зрения того что когда есть камера и микрофон вы должны быть уверены что вы ничего не сможете спрятать исходя из этого в паре в этом инь-янь бренд и продукт мне кажется абсолютную окончательную бесповоротную победу одержал продукт что это означает в новом голом мире никакие инструменты маркетинга и брендинга не позволят вам прикрыть некачественный не уникальный продукт с помощью какого-то нагромождения коммуникационных решений люди хотят понимать что они покупают и у людей появилось огромное количество инструментов для того чтобы это сделать с одной стороны это социальные сети а с другой стороны это цифровые платформы потому что если мы вернемся к сути маркетинга маркетинга слова market базар что такое базар вы пришли в какое-то место в котором физически в одно время например в субботу утром приехали туда фермеры и у вас есть возможность получить физический доступ к какому-то товару вам нужны огурцы или помидоры вы приходите там какой-то человек ой какой красивый девушка подходи покупай помидор посмотри какой красивый или там милая девушка пожалуйста подходите все кто-то принимает решение и на самом деле как мы говорим в курсе покупает бабушку покупает ее улыбку и принимает субъективное эмоциональное решение о покупке давайте подумаем как вы выбираете творог что является главным критерием выбора есть такой закон если вам понравилась бабушка с большой вероятностью вам понравится и творог по что на самом деле вы покупаете не только и не столько творог сколько вы покупаете бабушку но для того чтобы определить цену огурцов или помидоров на таком традиционном рынке для того чтобы понять кто из покупателей лучше продавцов лучше тебе нужно потратить много усилий тебе нужно пойти к одному ко второму и очень многие люди в какой-то момент сдаются они все нормально нормально и нормально плюс-минус одинаково ты дарит в современном мире на то чтобы сравнить 10 продавцов или 10000 продавцов или 10 миллионов продавцов нужны всего лишь секунды потому что эту работу вместо вас сделает цифровая платформа самым главным инструментом маркетинга становится не просто инструменты коммуникации заворачивания бренда создания уникального представления о нем а то о чем мы много раз говорили в курсе становится создание ценности потому что если ваш продукт стандартный то скорее рано чем поздно какая-то цифровая платформа его оцифрует и цену на ваш продукт будете определять не вы а владелец этой платформы о каких платформах я говорю они могут быть более традиционными когда мы говорим о больших розничных сетях неважно что это сельпо а тб перекресток крупные ритейлеры в мире amazon aldi билла кто угодно они решают по какой цене они будут покупать не брендированные помидоры исходя из этого если вы производите продукт который не является уникальным вы передаете ключи от управления своей ценой своим бизнесом своим внешним партнером да вы можете быть на бирже да вы можете торговать но не вы будете определять цену поэтому фактически весь мир делится на две категории продуктов категория продуктов номер один верхняя это продукты уникальное вопрос простой как создается уникальный продукт очень просто с помощью применения какой-то новой технологии какой не знаю мы об этом говорили в курсе вы должны делать то чего не делают другие когда-то это youtube канал когда-то это оригинальная бутылка когда-то что-то еще и вы фактически вот этот базовый стандартный продукт с помощью технологий тащите вверх что такое верхняя территория верхняя территория это территория ценности инновации эмоции и маржи эта территория которая привлекает внимание потребителя территория продуктов где находятся уникальные продукты за которые он готов доплатить больше потому что или в сервисе или физических характеристиках или в способе продажи или способе продвижения они делают то чего другие не делают примеров может быть масса неважно что это будет starbucks или это будет тесла или это будут уникальное предложение на этой неделе от вашего местного ритейлера там деньги если мы говорим о маржинальности но что работает против вас время время ваш продукт спускает вниз и делает его стандартным что находится в нижней зоне этот зона цены это стандартизированные продукты цену на которые определяют рыночные стандарты а соответственно цифровые или более традиционные платформы исходя из этого низкая цена становится уделом или маленьких или крупнейших компаний тренд номер два дигитализация мы поехали в китай это был бизнес-тур в рамках которого мы посетили крупнейшие китайские цифровые гиганты о чем все они говорят в один голос цифровое распознавание потребителя фактически каждому человеку присваивается номер на который нанизываются кредитные карточки лицо отпечатки пальцев аккаунты в фейсбуке социальных сетях хранение данных хранение фотографий в а клауде и так далее и так далее для чего для того чтобы каждому номеру присваивать теги менеджеры этих цифровых гигантов говорили очень откровенно они говорят мы так или иначе сможем понять и сегментировать этих потребителей до единого они говорят каждому активному пользователю мы в среднем присваиваем 600 700 тегов например как это работает если человек пошел в трц и зашел например в магазин louis vuitton и например там что-то купил они говорят следующее первое мы будем знать об этом благодаря навигации благодаря тому что телефон привязаны к этому номеру будет в магазине louis vuitton второе если к нему будет привязан какой-то банковский аккаунт и он сделает оплату карточкой мы поймем что этот человек покупал лакшери бренды но дальше интересней если этот человек сделает селфи в одежде например определенного бренда искусственный интеллект система анализа система анализа базовых изображений сможет прочитать ту надпись которая есть например на футболке и отнести это к тому или иному бренду поставить тот или иной хэштег если вы каждую ночь ночуете в неблагополучном районе то система по геолокации отнесет вас к определенному типу потребителей потому что она знает сколько стоит квадратный метр в доме в котором вы ночуете каждый вечер если вы вы ездите на работу на троллейбусе потому как движется в пространстве ваш мобильный телефон это будет известно и у вас вашем профайле будет хэштег троллейбус если вы ходите в определенные дорогие магазины или летаете за границу или бываете в определенных местах вы за и лингован и поэтому к сожалению для меня а может быть и нет роль цифровизации драматически возрастает что сделал исходя из этого я в рамках файдари в групп мы сделали компанию вертер digital transformation в рамках которой мы занимаемся бизнес технологическим консалтингом не digital маркетингом а именно бизнес технологическим консалтингом потому что в голом цифровом мире бизнес-модели мгновенно устаревают и фактически когда мы говорим о задачах предпринимателя о задачах маркетолога я думаю что минимум 50 процентов времени он должен тратить на создание цифровых решений на алгоритмизацию автоматизацию своего бизнеса потому что так или иначе если вы не будете оцифрованы если у вас не будет цифрового близнеца вашего бренда то рано или поздно вас едят платформы вторую часть времени как не парадоксально нужно тратить на эмоции почему потому что то к чему приводит дигитализация нам это может нравиться а может нет это инфантилизация об этом много сейчас говорят фактически человек когда развивается когда развивается ребенок в районе пяти семи восьми лет он переходит от мышления образами разорванными картинками в более сложные логические конструкции он начинает иметь возможность формулировать длинные тексты где причинно-следственные связи выходят за рамки одного предложения но если мы посмотрим на увеличение количества пользователей и на тренды развития и роста разных социальных сетей то мы обратим внимание растут те сети которые уводят человека от текста от необходимости сжечь энергию мозга на то чтобы обработать информацию к очень простым картинкам видео и вот таким вот вещам дэниел каннеман объясняет это энергозатратами мозга что мозг не хочет тратить энергию мозг не хочет жечь бензин но фактически к чему это приводит что основная масса потребителей начинает потреблять информацию а также действовать фактически как ребенок развлечение потребность в развлечении вот эти вот повадки внутреннего ребенка проникают самые разные сферы жизни если раньше в банках мы говорили о том что это храм консерватизма серьезности надежности то сейчас нео банки выглядят практически как детские игрушки более того в этих приложениях они предлагают массу функций которые де-факто являются игрушками и потребитель своими действиями не только в украине а в целом в мире показывает что простота и веселье для него является реальной ценностью потому что часто он готов променять какую-то умозрительную надежность или серьезность провайдера на что-то более яркое красивое удобное веселое фактически если вы посмотрите на фирменный стиль на дизайн подходы крупных цифровых я не буду использовать слово диктатур корпораций они движутся в сторону детского почти дошкольного стиля я не удивлюсь если истинным лицом цифровой не знаю диктатуры будет детская игрушка в данном случае я всегда говорил что когда вы делаете рекламу или когда вы создаете бренд вам важно ориентироваться на аудиторию детскую ребенка 10-12 лет я ошибался сейчас вам важно ориентироваться на ребенка фактически пяти семи лет если пяти семилетний ребенок первоклассник не способен понять вашу би ту би презентацию с большой вероятностью ее нужно оживлять упрощать и так далее и так далее это общий тренд нам это может казаться примитивным нам это может казаться каким-то дегенеративным что это деградация но это факт поэтому растет количество юмора в рекламе растет количество вот такого вот игрушечности и я думаю что вы это можете использовать следующий тренд которому приводит то что мы живем в голом мире это то что фактически вы одновременно конкурируете минимум на трех рынках рынок номер один это рынок продукта вы пытаетесь продать то что вы производите но есть еще минимум два рынка это рынок талантов хотят ли люди идти работать к вам и это рынок капитала готовы ли люди в вас инвестировать и что показывают исследования что вне зависимости от сегмента это би ту би или би ту си это локальный или очень глобальный бизнес люди склонны идти работать в компании бренды которых им нравятся люди склонны делать инвестиции неважно это фондовый рынок или прямая инвестиция в компании которые им нравятся поэтому это приводит к тому что сейчас когда мы говорим о создании сильного бренда фактически вам нужно делать не один бренд а сразу три и точка кипения находится посередине первый бренд который вы создаете это бренд корпоративный это бренд в вашей компании в рамках которой вы декларируете и доказываете каждодневно что у вас вообще за контора что объединяет вместе этих людей какими уникальными технологиями или методологиями вы пользуетесь почему вы экологичны куда вы идете это бренд корпоративный второй бренд это бренд продуктовый что вы произвели какой из ваших продуктов по какой цене я могу приобрести прямо сейчас и третий бренд это бренд персональный а кто работает в этой компании а кто стоит за этими продуктами они подлец ли этот человек если вы посмотрите на примеры apple или примеры компании spacex все работает ровно по этой формуле есть apple как компания почти как религия есть продукт неважно это iphone или ipad или macbook и есть живые люди стив джобс шеф-дизайнер генеральный директор и так далее и так далее кто олицетворяет собой бренд кто этот человек или это президент компании или эта девушка которая сделает вам кофе на фронт-деск люди хотят видеть людей и когда за компанией никого нет когда за компанией идет что-то абстрактно корпоративное это сейчас вызывает недоверие поэтому мне кажется что работа предпринимателя очень сильно изменилась и я говорю что бизнес с каждым годом становится все сложнее самая большая медвежья услуга которую оказывают бизнес конференции которые за последние два года стало гигантское количество это мысль о том что бизнес это просто и быстро нет бизнес это долго и сложно бизнес это марафон это айронмен почему айронмен потому что вы как предприниматель должны параллельно делать разные вещи вы должны плыть вы должны крутить педали вы должны бежать и так далее я сейчас в бизнесе выделяю минимум пять профессий которыми должен обладать предприниматель чтобы добиться успеха профессия номер один это специалист что значит быть специалистом это потратить свои законные 10 тысяч часов на то чтобы разобраться в какой-то сфере которая вы принимаете как зону своего особого внимания как то чем вы хотите заниматься вы должны разобраться там во всех нюансах чувствовать этот бизнес на кончиках пальцев понимать разные инсайты нюансы конкурентов мировые тренды и далее это требуют времени требует внимание это пункт номер один но пункт номер два вы должны быть бизнесменом что для меня означает быть бизнесменом знать базовые принципы того как работает любой бизнес на земле что это означает что такое финансы чем p&l отличается от кэшфлое от баланса например знать что такое и chare какие базовые принципы неважно контроля мотивации и так далее и так далее как управляются проекты как Как проводятся переговоры, как планируется время, как развивается корпорация, какие жизненные циклы корпораций, какие бывают типы управленцев и так далее, и так далее. Не нужно быть ежиком в тумане. Я как-то говорил в одном из интервью, что я в целом предприниматель и бизнесменов делю на три категории. Категория номер один – это ежики в тумане. Это люди, которые начали заниматься бизнесом, но еще не разобрались в правилах. То есть они уже вышли на поле, они уже бьют по мячу, но не знают, где чьи ворота, кто за кого играет и за что будут штрафные. Главная задача, как можно быстрее перестать быть этим ежиком, выйти хотя бы на второй уровень. Что такое второй уровень? Это авторский бизнес. Авторский бизнес – это когда во главе компании есть человек, который разобрался, у которого работает уже интуиция, у которого большой багаж опыта, знаний, и он понимает, как рулить этой компанией. Но в чем проблема авторского бизнеса? Если этого человека из этой компании забрать, бизнес исчезает. Поэтому задача этого человека, если она стоит, перейти на третий уровень – это уровень корпоративный. Что такое уровень корпоративный? Когда предприниматель может покинуть свой бизнес. Когда в этом бизнесе не просто прописаны процедуры, этого недостаточно. А сформирована крепкая, сильная команда топ-менеджеров, которая выполняет разные функции бизнеса – маркетинговую, финансовую, производственную, инновационную и так далее – институционно. То есть без привязки к одной конкретной личности. И выстроена система корпоративного управления. Это минимум три уровня. Это работа бизнесмена. Следующая работа – это работа звезды. Это работа шоу-бизнеса. Потому что если у вас есть аккаунт, если за вами следят, то вы обязаны быть звездой. Потому что вы должны понимать, что даже если у вас 115 подписчиков в Инстаграме, вы рок-звезда для своих подписчиков. Вы не должны их разочаровать. Я часто слышу «О боже, мне 45, это не мое, это для моей дочери, для моей сестры». Извините, никто не обещал, что будет легко. От того, насколько круто вы будете осваивать новые сферы, настолько вы сможете идти вперед. Шоу-бизнес в современном мире предполагает эффективную работу с персональным брендом где угодно. Не важно, я уже сказал, это ваш YouTube-канал или ваше выступление во Дворце спорта, или это ваше выступление перед сотрудниками. Вы обязаны быть звездой, если вы хотите быть бизнесменом, если вы хотите добиваться успеха. Следующая ваша роль – это цифровой специалист. Потому что, как я уже сказал, дигитализация будет основой будущего. Вы можете это игнорировать, но в кризис, связанный с пандемией, выиграли те компании, которые были лучше оцифрованы. Потому что оцифровка позволяет работать дистанционно, продавать на разные рынки, быть эффективным, видеть KPI в реальном времени и так далее. Но проблема с оцифровкой, знаете, какая? Ее нельзя сделать за один день. Это процесс. И фактически, как я уже сказал, цифровое ядро бизнеса заменяет сам бизнес. Фактически, от IT-отдела, где сидел какой-то IT-шник, который включал принтер, роль цифровизации, дигитализации в компании становится ключевой. Поэтому предприниматель обязан тратить достаточно много времени на то, чтобы разобраться, а как хранятся данные, а где они хранятся, а почему они неуязвимы, как они защищены и так далее. Следующая роль – маркетолог. Почему? Потому что я считаю, и я повторюсь, и это то, что вы слышали в курсе, бренд и маркетинг – это работа папы. Это работа лидера бизнеса. Потому что современный мир, прозрачный, голый, идет от потребителя. И, исходя из этого, он должен учиться у IT-стартапов. О чем говорит IT-стартап? Классический, например, в силиконовой долине, в кремниевой долине. Да он говорит о том, что я говорил в курсе папа-бренда. Идите к потребителю, используйте дизайн мышления. Щупайте потребителя до момента, пока вы не нащупаете какую-то свежую, новую, интересную боль. Потом пойдите и решите эту боль лучше, чем это сделают другие. А потом расскажите об этом миру. В этом суть бизнеса. Блин, ничего сложного. Но да, этим нужно заниматься. И от того, насколько компания чувствует и предчувствует, что будет нужно завтра потребителю. От того, насколько в компании развит change management. Что такое change management? Это менеджмент изменений. Насколько компания способна абсорбировать и утилизировать свои бизнес-модели прошлого. И создавать бизнес-модели будущего. От этого все зависит. Потому что что является самой большой проблемой для изменений? Изменения не происходят по схеме. Было плохо, стало хорошо. Изменения происходят по схеме. Было хорошо, стало плохо. Потом стало еще хуже. А потом, возможно, стало великолепно. Но это не точно. В этом проблема изменений. Что вам нужно прыгать в изменения и начинать изменения. Не когда у вас уже все плохо. А еще тогда, когда у вас все прекрасно. Я могу сказать так, что эмоционально я это ощущаю. Если у тебя есть бизнес, в котором у тебя что-то получилось, и он работает, все твои инстинкты, вся твоя мышечная память говорит тебе, держись за него двумя руками, пусть он живет как можно дольше. Но факт заключается в том, что в какой-то момент вам нужно встать и уйти. Вам нужно встать и начать делать новое. И это самый большой барьер в изменениях. Но это необратимый процесс. И если вовремя это не сделать, то может постичь судьба Кодека, Nokia и множество других компаний, которые проспали этот момент. Поэтому, когда мы говорим о стратегии в современном мире, я выделяю минимум 5 уровней стратегии. И ваша задача трезво оценивать, на каком уровне находится ваша проблема и на каком уровне вы постараетесь найти решение. Уровень, давайте идти снизу вверх. Уровень начальный. Что это такое? Это рекламная стратегия. Что кому, где мы должны сказать, чтобы прямо сейчас продать больше товара. Кто-то даст рекламу в сториз, кто-то повесит щиты, кто-то разместится на телевидении. Не важно, где и что. Это технический вопрос. Вы хотите продавать больше прямо сейчас. И это нормально. Реклама работает. Ее никто не отменял. Но это нижний базовый уровень. Уровень номер 2. Вы идете на следующую ступеньку и говорите, окей, а какая моя бренд-стратегия? Какую территорию уникальную я хочу занять в голове у потребителя? В какую точку, как дятел, я хочу лупить свою брендовую мантру? С чем я хочу ассоциироваться? Какие у меня бренд-константы? Какой у меня логотип? Какой у меня стиль? Какой у меня цвет? Это бренд-стратегия. Но это второй уровень из пяти. Второй. Всего лишь второй. Если вы последовательные бьете в одну точку, молодцы. Но вы только на второй ступеньке. Уровень номер 3. Классический маркетинг. Вспомните Котлера, Траута, 70-е годы, 80-е годы. 4P маркетинга. Place, Price, Product, Promo. Или Product, Price, Place, Promo. Продукт номер 1. А какой продукт вообще нужен рынку? А наш продукт нужен рынку? Вот мне многие компании напоминают продавцов живой елки 2 января. Их продукт рынку нерелевантен, но они с упорством продолжают его продвигать, потому что вчера он был релевантен. Но это было вчера. Вчера уже нет. Ребята, оно улетело вместе с Луной. Продукт, его цена, то, где и как он продается, должно соответствовать сегодняшнему, а лучше завтрашнему моменту того, который есть на рынке. И это работа маркетолога создавать, блин, новые продукты. Великолепные, уникальные, фантастически новые продукты, в основе которых, как я уже сказал, лежат новые технологии. Это работа маркетолога, а не попытка отжать производителя визиток на 200 гривен или 200 рублей, чтобы это было чуть-чуть дешевле. Маркетинг – это энерджайзер, это драйвер, это катализатор в компании. Это главный предприниматель внутри компании, который говорит, «А давайте, а есть идея, а давайте еще это попробуем». И то, о чем говорит гениально профессор Адриан Сливодский, посмотрите его интервью на этом канале, вы должны атаковать свой собственный продукт. То, что вас должно интересовать, это не то, что там делают ваши конкуренты, а насколько у вас угол атаки собственного продукта работает, насколько ваш продукт сегодня лучше, чем ваш продукт вчера, насколько за один год улучшился продукт, стал ли он на 30% лучше, или вы продолжаете делать плюс-минус то же самое, плюс-минус для тех же людей за те же деньги. Тогда вы в зоне риска, потому что срок жизни бизнес-модели сократился. Если раньше иногда это было 20-30 лет, сейчас часто это 2-3 года, в некоторых бизнесах это 12-18 месяцев. То есть вы только начали зарабатывать, и вы уже должны думать, что будет next big thing, следующей большой вещью для вас, для вашей компании. Вы не имеете права стоять, вы все время должны думать, и что уже будет дальше, это только третий уровень. Четвертый уровень – это уровень бизнес-стратегии. У вас должен быть простой вопрос, а почему именно у нас получится? Потому что весь мир против вас. Почему именно в вашей компании будет тот уникальный боекомплект денег, связей, технологий, людей, который переплетенный в какой-то невероятный клубок, какой-то сплав даст вам успех? Потому что успех не гарантирован. Я скажу больше, гарантирован не успех. И предприниматель, объединяя разные субъективные факторы, преодолевает эти факторы. Весь мир против вас. Сотрудники хотят, чтобы получать гигантскую зарплату, поставщики, чтобы выплатили огромные цены за их сырье или услуги. А потребитель желает получить продукт в подарок. А государство хочет гигантские налоги. Как в этом уравнении найти баланс? Это работа предпринимателя. Но это тоже не все. Это четвертый уровень из пяти. Уровень бизнес-стратегии. Когда вы выбрали свой сегмент, и в нем идете. Но есть пятый уровень. Это корпоративная стратегия. Что такое корпоративная стратегия? А в каких рынках мы хотим играть? В каких рынках мы видим перспективу? Какой рынок будет пространством для наших экспериментов по дизайн-мышлению, по поиску боли, по внедрению инноваций и так далее, и так далее? И я могу сказать так, что для меня, это, наверное, одно из самых сложных вещей. Как ты, человек, который состоялся в чем-то одном, можешь поменять рынок? Тони Шей в своей книге «Доставляю счастье» больше 10 лет назад говорил об этом, что если вы сидите за неправильным столом в покер, вы никогда не выиграете. Встаньте из-за стола, пересядьте за другой столик. И это, мне кажется, самый большой челлендж с точки зрения маркетинга. Выбрать те рынки, на которых вы будете успешны через 3, 5, 7 лет. Потому что то, где вы оказались, назовем это так, я, знаете, какой термин часто использую? Бизнес по залету. Что это значит? Человек начал чем-то заниматься. Занимался одним, вторым, третьим, потом третье, бах, получилось. И он начал заниматься, неважно, кто-то профнастилами, кто-то рыбой, кто-то кондиционерами. И он считает себя уже специалистом в кондиционерах. Он начал работать и так далее, и так далее, и так далее. У него развивается, получается. А потом начинаются сложности. И он думает, что же мне делать? Как же мне этот рынок чинить? Но он почему-то сужает пространство вариантов. Он не рассматривает вариант, чтобы из этого бизнеса деньги вынуть, этот бизнес продать или закрыть, или ликвидировать, а проинвестировать в что-то другое, где-то в другом месте экспериментировать. Потому что это и есть работа предпринимателя. Я могу сказать так, что самое важное изменилось во мне за вот эти, наверное, два года. Я для себя внутренне понял, что я не раб маркетинга. Что несмотря на то, что для меня маркетинг является по-прежнему моей самой главной жизненной страстью, то я считаю, что маркетинг – это не профессия. Маркетинг – это не агентство. А маркетинг – это образ мышления. Поэтому, Federive Agency – это маркетинговое агентство, которое работает на первых трех уровнях. Реклама – пожалуйста. Бренды – пожалуйста. Маркетинг изменения, которые затрагивают, изменение путешествия потребителя, изменение интерфейсов, изменение розничной модели магазина, сервисной модели магазина, инновации в продукте. Пожалуйста. Мы все это делаем внутри агентства. У нас по-прежнему работает около 100 человек. У нас есть офисы в Киеве, в Берлине и клиенты по всему миру. Это по-прежнему моя страсть. Но! Есть четвертый и пятый уровень. Это уровень бизнес-стратегии и корпоративной стратегии. Это Federive Group. Я начал входить в советы директоров лично. Я воспринимаю Federive Group как креативно-инвестиционную компанию, которая вместе с партнерами, вместе с клиентами, в коллаборации видит новые возможности и начинает там экспериментировать. Это результат моей инновации. Что мне показала пандемия? Больше нет локального бизнеса. Весь бизнес глобальный. Потому что даже в мире, где все границы вот так захлопнулись на замок, на вас влияет то, что происходит на других рынках. Кто-то где-то вдали, на каком-то рынке в Китае, решил съесть летучую мышь. Или произошли какие-то другие тайные события, о которых только конспирологи могут говорить. Это где? Другой континент. Черт знает, что там, как. Буквально несколько месяцев, и это меняет жизнь всего мира. Вы не можете сказать, что то, что происходит в Америке, или во Франции, или в Нигерии, меня не касается. Касается. Глобальная картинка, локальное воплощение, это очень интересная характеристика времени. Поэтому, что я хочу вам пожелать. Если вы выбрали профессию предпринимателя, вы не ошиблись. Это лучшее, что можно сделать в мире, потому что предприниматели, это люди, которые создают что угодно, вопреки чему угодно. Если вы выбрали профессию предпринимателя, будьте внутренним маркетологом, будьте рок-звездой, будьте диджитал-специалистом, будьте специалистом в той сфере, которая вас прет, и в которой вы видите перспективу. Будьте бизнесменом, который понимает, что такое бизнес-модель, на чем он зарабатывает, как это работает, как работает бизнес. И не бойтесь трудностей. Потому что, еще раз, если вы предприниматель, вы выходите на тропу для того, чтобы бежать в свой марафон, для того, чтобы стать айронменом, и эта дистанция бесконечная. Поэтому на нее выходят только самые смелые, самые сильные, самые амбициозные люди. И это вы. Пусть у вас все получится. Папа бренда, Андрей Федорев. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok